Вакцинация Шесть пациентов скончались. Губернатор подчеркнул, распространение болезни замедляется, но опасность еще не миновала. По-прежнему важно соблюдать меры профилактики. На Ставрополе проработают возможности дальнейшего смягчения ограничений по коронавирусу. Такое поручение дал в ходе заседания Краевого координационного совета по противодействию инфекции Владимир Владимиров. Губернатор отметил, что эпид-обстановка в регионе продолжает стабилизироваться, в связи с чем в сферах общественного питания, культуры, спорта и в санаторно-курортной отрасли проработают возможности смягчения действующих ограничительных мер. Мы 6 числа согласовали начало очного обучения в наших высших учебных заведениях, в СУЗах, в ВУЗах. Поэтому следующий шаг для нас это уже снятие ограничений, возможно снятие ограничений по работе общепита, работе нашей санаторно-курортной зоны, работе нашего места общего пребывания, музея, библиотеки, кинозалы. Но это мы все должны принимать решение по истечении хотя бы двух недель после принятия предыдущего решения. Глава региона рассказал и о ходе вакцинации. Прививку от коронавируса на Ставрополье уже сделали около 44 тысяч человек. На этой неделе ожидается поступление новой партии вакцины в количестве 17 тысяч доз. Владимиров дал поручение обеспечить готовность прививочных пунктов к приему и хранению новых партий, а также постепенному наращиванию темпов прививочной кампании. В Нинамыске откроется новый центр для пациентов с онкологическими заболеваниями. Медучреждение станет еще одним шагом по расширению сети центров амбулаторной помощи. Возводят объект под эгидой национального проекта здравоохранения. В Буденновске началась реконструкция инфекционного отделения больницы. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой, монтажом инженерных сетей, а также штукатурит фасад. По плану больницу оборудуют отдельными боксами, отделением интенсивной терапии и процедурными кабинетами. Реконструкция проводится в рамках госпрограммы развития Северокавказского федерального округа. В селе Верхнерусском Шпаковского округа установили энергоэффективное освещение на местных улицах. Современные фонари долговечные потребляют меньше электричества. В общей сложности в селе разместились 300 осветительных приборов. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Субтитры создавал DimaTorzok